Автоинспекция. Как констатирует статистика ГИБДД округа Муром, основная доля дорожно-транспортных происшествий приходится на вторую половину недели, с четверга по воскресенье. Так, за минувшую неделю зафиксировано 10 ДТП, в которых пострадали 15 человек и 2 человека погибли. Погибшие участники дорожно-транспортного происшествия – пешеходы. Один из них находился в нетрезвом состоянии. Подробнее об этих случаях в комментарии командира отдельной роты ДПС ГИБДД Игоря Юкина. Произошел наезд на пешехода, который длительное время передвигался в хаотическом режиме по проезжей части. Была изъята у нас видеозапись с одного из предприятий, в котором было видно, что данный молодой человек, он 80-го года рождения, сам он не местный, а приехал сюда на заработки. Видимо, мы предполагаем, что где-то он бурно проводил остаток ночи и всю ночь. И под утро, в сильном нетрезвом состоянии, в подложительное время ходил по проезжей части. В конце концов, он уселся на обочине и начал куда-то звонить. В это время шли две иномарки в направлении Милинковского района. Одна из них, по видеозаписи видно, что это Lexus RX300 светлого цвета. Совершил наезд на данного пешехода, который сидел на проезжей части. После этого по нему проехала еще одна из иномарок темного цвета. К сожалению, марку мы по видеозаписи различить не могли. В данный момент производится у нас проверка всех автомашин марки Lexus 300 модели светлого цвета. Если кому что-либо известно по данному происшествию, также просим позвонить по контактному телефону 02 или 40422 и сообщить сотрудникам полиции. Произошло еще одно дорожно-транспортное происшествие, повлекшее гибель пешехода. Мерседес под управлением женщины 54-го года рождения, жительницы города Мурма, которая управляла Мерседесом, совершила наезд на пожилую женщину 24-го года рождения, которая переходила в проезжую часть неустановленном месте. От полученных ран через два дня после поступления в лечебное учреждение пожилая женщина скончалась. В данной ситуации производится следствие, которое определит долю вины водителя. По словам Игоря Юкина, по-прежнему очагом аварийности по статистике остается перекресток улиц Льва-Толстого и Октябрьской. На минувшей неделе там зафиксировано два ДТП. На этом перекрестке столкнулись автомобили отечественного производства ВАЗ-21099 и ВАЗ-2105 модели. По утверждению обоих водителей, все они двигались на мигающий зеленый цвет цветофора. В данном ситуации, конечно, будет нам трудно разобраться, чья конкретная вина. Если говорить в простонародье, все двигались на бледно-розовый цвет. И, как всегда, нам придется проводить очень сложное расследование. Вольцваген и Тускон черного цвета также двигались в перпенегулярном направлении. Прошло столкновение. Оба утверждают, что завершали. Один утверждает, что начал под зеленый цвет цветофора свое движение. Другой утверждает водитель, что наоборот заканчивал под мигающий зеленый. Также будет производиться проверка. В этом случае получили ранение 5 человек, поступили в лечебное учреждение. Завершением аварийной статистики минувшей недели стал ДТП на повороте на стационарный мост через реку Ака. В воскресенье в 6 часов утра ВАЗ-2107 с тремя пассажирами, проживающими в Саваслике, двигались по направлению из Мурма. Водитель, как позже было установлено, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. В результате пострадали 3 человека, так как все участники ДТП были не пристегнуты ремнями безопасности.